Домашние собаки В этом населенном пункте мы обязаны соблюдать правила содержания собак в городе, потому что люди разные, не все там любят, некоторые боятся собак, поэтому мы должны естественно на выгуле собак держать на поводках в городе, чтобы собака была обучаемая в первую очередь, обученная, чтобы она зря не лаяла, не бросалась. Для дрессировки животных необходимо создать в каждом районе города специальные площадки. Так у хозяев появится возможность обучать своих четвероногих домочадцев, у профессиональных инструкторов. Но важнее как для окружающих, так и для хозяев – здоровье любимого питомца. Собака живет в городе, она обязательно должна быть здоровая, то есть в год взрослая собака должна обязательно вакцинироваться, прививки должны быть ей сделаны, особенно от бешенства. Согласно новым правилам, в квартире можно содержать не более двух животных. К тому же у каждого питомца должны быть паспорт, указывающий его родословную, если она имеется, медицинская книжка, а также намордник и поводок. Для перевозки в общественном транспорте кошек и собачьих декоративных пород должны использоваться специальные сумки или контейнеры. Учитывая вот этот маленький размер собак, их очень легко транспортировать. То есть, захождя в лифт, либо по проему многоэтажного дома, вы можете собачку запросто взять на руки, либо в специальную сумочку, не представляя никаких хлопот соседям и окружающим. А также легко в специальных боксиках перевозить собачку в машине. В случае несоблюдения этих правил или жалоб соседей на шум и ненадлежащие условия содержания, а также эксцессы, связанные с нападением животного на человека, хозяин четвероногого будет вынужден заплатить установленный административный штраф или сумму, обозначенную судом в качестве морального или же физического вреда. А при недобросовестном уходе и жестоком отношении к животному владельца могут лишить права на содержание питомца. Продолжение следует...